Мусульманину необходимо закрывать все пути, посредством которых к нему может добраться шайтан. То есть все пути мусульманин закрывает. То есть каким образом он может закрывать эти двери? Во-первых, это поминание Всевышнего Аллаха. То есть должен постоянно оберегать... Например, прежде чем как зайти домой, ты говоришь бисмиллах, все. Ты тем самым закрыл для него дверь. То есть он вместе с собой не заходит в дом. Например, прежде чем как снять одежду, ты говоришь бисмиллах, все он уже тебя не видит. Перед едой или перед пятьюм ты говоришь бисмиллах, все он теперь с собой не участвует в виде. также перед сном прежде чем как выйти из дома прежде чем как зайти в мечеть также необходимо старинство вещей которые делает шайтан например сидит оперевшись на руки да когда прислали на руки либо сидит между словами между тенью и солнцем то есть его половина части тела этот под солнцем половина в тени да вот тоже сидение шайтана также должен сторониться всяких наущений потому что наущение должен то есть прерывать остановить все наущения потому что эти наущения они всякие вас вас от шайтана сюжет я не сужу для на хуа шейтан умера они есть оба фау акса шей угры ва шейтан анактасе уделилла собака на фонда яйца сетки в токсара сала у фиа сают на она также сажда сажда да когда человек падает земной поклоны это такая вещь которая гневит шайтана которая которая в главной причиной который посредством который мы можем отдалять от себя шайтана почему потому что иблиц он тот который не сделал по приказу всевышнего аллаха не сделал земной поклоны адаму алисам да поэтому это его гневит когда человек где падает земной поклон а как теперь получается что необходимо побольше делать земной поклон а каким образом то есть побольше совершая намаз по будучи совершаем и так же когда человек произносит какие-то скверные слова то есть это тоже из это нрава шайтана да то есть человек должен постоянно стараться произносить благие слова самым лучшими словами которые ты можешь произносить обращаться кому-то ты обращаешься к своим братьям ты саму брату мусульманину например о мой брат там это далее не говоришь ему и ребенок или какие-то подобные выражения которые могут посеять между собой между вами вражду до лапу лауна лауфа альтка даканка дай пола на лиом лауфта кодом тела я полка дара лама шефа на полноу айдан тавта амали шипа даже из вещей которые открывают дверь для шайтана то есть для его деяния это когда человек произносит слова если бы если бы тут если бы я сделал бы так то было бы так то если бы то было бы так то так то нет надо говорить это то что аллах пожелал доход аралом маша то что Аллах предоставил его можно пожелать айдани ухов в кишитой shop а лауна субхана ну и так же таков даже бывает что что шайтан он запугивает будущем или запугивает то что ты может уже удела давал то что может останется бедными так далее то есть запугу это в имуществе это то есть необходимо всего этого стороница не боятся как не боятся будущего не боятся за свой за свой риск за своего дела так же то что человек отдает или берет левой рукой это тоже издеяние шайтана необходимо брать и давать только лишь правой рукой но у князь я антитов у нахи а сиро лакин алфа и до кобера жидко миссель колбис милла а у зубе калима тела темат миша рима халам короче есть некоторые вещи которые может тебе кажется какими-то незначительными но польза от них бывает великая огромная польза например говорить слово бисмилла бисмилла да или читать 2 ауза бикалима тела миша рима халам да или аяты курсе произносит 2 аяты курсе да много пользы шайтан юридак тагфан андикриллах оттай усадь или а шайтан желает от тебя чтобы ты позабыл позабыл поминать всевышнего аллаха чтобы он мог одолеть тебя